На протяжении всей истории человек пытался найти способ управлять погодой. И хотя к 21 веку мы продвинулись в своих попытках, но вот до момента, когда нам удастся заставить природные стихии работать на себя, еще очень далеко. Каждый раз погода показывает нам, что не подвластна ничему. А доказательства таких экстремальных погодных явлений вы сейчас увидите на своих экранах. К счастью, их удалось снять на видео. Привет, вы на канале НСК Шоу, и пожалуй начнем. Корабль на волнах. В открытом океане часто случаются сильные ветра, из-за чего там становится крайне небезопасно во время шторма. Погодные условия могут быстро меняться, а водная гладь запросто превращается в мощные волны. Лодкам и кораблям в такие моменты остается лишь небольшой выбор, и лучшее, что могут сделать их команды, пытаться проложить себе путь через эти волны. Иногда это даже просто невозможно, и экипаж должен держаться за свои жизни. Это видео было записано на борту аварийно-спасательного судна, когда оно направлялось на помощь в полную непогоду к потерпевшему крушение кораблю в Северном море в декабре 2011 года. Добраться до места было невероятно сложно, ведь сила ветра порой достигала 12 баллов по шкале Булфорда. В результате спасательное судно само застряло среди огромных волн. Что бы сделали вы, будучи капитаном этого корабля? Боковой ветер в аэропорту Лиссабона. Авиаперелеты, несомненно, очень удобный, комфортный и самый быстрый способ путешествовать на большие расстояния. И даже установлено, что воздушные перелеты – наиболее безопасный вид транспорта. Однако самолеты подвергаются очень большой нагрузке при любых погодных условиях, которые настигают их в пути, обычно на крейсерской высоте. Железные птицы способны летать над любыми бурями, но когда приходит время приземления, у пилота нет другого выбора, как влететь прямо в бушующую непогоду. В идеале, пилоты могли бы не торопиться, чтобы сделать свой последний заход на посадку. Но с ограниченным топливом и расписанием, они часто оказываются в позиции, где пытаются посадить самолет при очень сильном боковом ветре над взлетно-посадочной полосой. Это видео было записано в 2006 году, когда самолет Аэробус А321 пытался приземлиться в аэропорту Лиссабона, в Португалии. И как вы можете видеть, на борту в тот момент страшно было всем. Авиалайнер начало шатать из стороны в сторону, так что крылья почти касались взлетно-посадочной полосы. Пилот даже был вынужден прекратить посадку на этой попытке и сделать дополнительный круг, чтобы попробовать приземлиться еще раз. Ледяное цунами. Холодные температуры вокруг северного и южного полюсов означали, что большое количество лет огромные объемы воды были задержаны во льдах. Но из-за природных процессов, а также глобального потепления, эти ледяные щиты и ледники стали разрушаться чаще, чем когда-либо. Результаты невероятны. Например, от ледникового фьорда Илулисад, находящегося в Гренландии, частенько откалываются айсберги высотой в один километр. Они слишком велики, чтобы плыть по фьорду, и застревают на дне его более мелких участков. Иногда на многие годы пока не будут разрушены. Иногда откалывающиеся куски падают в воду с такой силой, что вызывают настоящее цунами, которое может достигнуть 5-6 метров в высоту. И лучше надеяться на то, что когда это произойдет, вас не будет где-то поблизости. Потому что со стопроцентной вероятностью вода уничтожит все на своем пути. Да просто посмотрите, какая мощь! Очень красиво, не спорю, но и опасно. Гроза. Балтийское море относится к бассейну Атлантического океана. Фактически это водоем, который простирается в Европу, через Норвегию, Финляндию и Швецию, на север к Германии, Дании и Польше. Также Балтийское море омывает берега России, Эстонии, Латвии и Литвы. А также оно имеет доступ к Атлантике. И, следовательно, к остальному миру. Это жизненно важный торговый путь, по которому двигаются корабли. Однако это также регион, подверженный сильным грозам, которые за долгие годы привели к гибели множества судов. Экстремальные погодные условия могут развиться без каких-либо предупреждений. И даже несмотря на то, что современные конструкции кораблей намного более устойчивы, непогода все равно пугает всех моряков. Эта запись была сделана с парома Реджина Сиавейс в 2019 году по пути из литовского порта Клайпеда в Киль, в Германию. И, как вы видите сами, это был очень непростой выход в море. Гроза сильнейшая, а невероятные молнии били прямо в судно. К счастью для экипажа, все закончилось благополучно, хотя уверен, что в тот день трусы запачкала вся команда. Шторм и Моджин. В начале февраля 2016 года британская метеорологическая станция выпустила предупреждение по всей стране о надвигающемся шторме, который должен был начаться через несколько дней. Его обозначили как шторм и Моджин. Предполагали, что ветер будет дуть со скоростью до 128 км в час. И он мог действительно нанести серьезный ущерб городам и жителям. Поскольку шторм приближался с юго-западного направления через Атлантику, первой пострадавшей частью страны был Карнаул, где дома исторически строились вдоль набережной. Поэтому, как вы понимаете, захватывающие виды на побережье стали совсем другими в течение следующих нескольких дней. Как и предвиделось, когда шторм все же хлестнул мощными волнами о берег, зрелище было очень эффектным и страшным одновременно. Никто не ожидал, что стихия может нанести столько вреда. Люди убегали со своих домов по набережной, беря с собой только самое необходимое. Такое экстремальное погодное явление сильно повлияло на прибрежные территории, и на их восстановление потом потребовалось еще немало сил, времени и, конечно же, денег. Ливень в аэропорту. Когда вы садитесь в самолет во время проливного дождя, то как минимум ожидаете, что будете в сухости и безопасности от погоды. Однако, если вы находитесь в терминале аэропорта перед посадкой, или только успели высадиться в аэропорту Лютрон в Великобритании, то ожидайте, что что-нибудь обязательно пойдет не по плану. В 2019 году, когда шторм на улице стал слишком мощным, вода начала просачиваться прямо через крышу здания. Дождь начал ливнем лить на тех, кто укрывался от шторма внутри. Такое погодное явление вызвало настоящий хаос среди людей, поскольку с рейсов были сняты многие самолеты, большинство из которых отменилось до следующего дня. Соответственно, в терминале находилось просто огромное количество пассажиров, которым негде было укрыться от стихии. Такую непогоду идти было некуда, поэтому многим пришлось просто терпеть. Ветра на Эльбрусе. Альпинизм это весьма популярное занятие среди любителей экстрима. Для тех, кто ищет приключения или проблемы на свою голову, так сказать, в нашем огромном мире есть множество вершин, на которые могут подняться люди разных возрастов. Конечно, самое знаменитое восхождение это Эверест, где альпинистам приходится бороться с непредсказуемой погодой, скрытыми пещерами и чрезвычайно разряженным воздухом. Но вот в последние годы было сделано больше восхождений благодаря помощи местных гидов и новых технологий. Те, кто хотят пощекотать себе нервы еще больше, теперь отправляются в другое место. Наиболее сложным подъемом считается Эльбрус, высота которого находится в отметке 5 642 метра над уровнем моря. Впервые такой сложный маршрут был успешно пройден в 1829 году. Самое сложное в восхождении на эту вершину встреча альпинистов с сильнейшими ветрами, которые дуют через горы. Всего за несколько минут из-за тумана и снега, поднятого ветром, можно полностью потерять ориентацию в пространстве. Единственный вариант оставаться на месте, пока порыв ветра не закончится, что может занять как несколько минут, так и пару часов. Впечатляющий шторм. Шторм суперячейка один из самых редких и красивых погодных явлений на Земле. Съемку, которую вы видите на своих экранах, удалось сделать с удивительной детализацией. Все происходило в восточном Вайоминге, и это по-настоящему впечатляющее зрелище. Суперячейка это, по сути, вращающаяся гроза. Сильные восходящие потоки вращаются по спирали, превращая облака в гигантскую блюдцеобразную форму. Основными факторами, необходимыми для образования суперячейки, являются сдвиг ветра, наличие на низких уровнях струйного течения и сильная нестабильность в атмосфере. Поэтому для образования такого экстремального погодного явления требуются очень специфические условия. Суперячейки встречаются крайне редко. Но согласитесь, насколько же это красиво. Падение ледяного моста. На этом невероятном видео запечатлен момент, как потрясающий ледяной мост в Аргентине рухнул на глазах у тысяч ошеломленных туристов. Дело в том, что большой кусок ледника Перита Морено, расположенный в национальном парке Лос-Гласиарес на юго-западе провинции Санта-Крис, рухнул в воду. Около четырех тысяч человек собрались на близлежащей смотровой площадке в надежде увидеть природное явление, которое в последний раз произошло четыре года назад. Зрители разразились аплодисментами, когда они стали свидетелями захватывающего дух момента обрушения арки, ширина которой составляла двести пятьдесят метров, а высота семьдесят. На видео видно, как небольшие кусочки льда падают в воду, прежде чем весь мост рухнет и врежется в озеро. Разрывы на Перита Морено происходят примерно каждые четыре-пять лет после того, как ледник образует дамбу на южном рукаве озера. Вода в плотине поднимается вверх, создавая давление, которое в конечном итоге прорывается. Ну а на сегодня это все. Не забывайте оценивать видео, ну и конечно подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok